Здравствуйте! Вы смотрите программу обозрения. В студии работает Светлана Дроздецкая и сегодня вы увидите. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поколение гаджетов и дронов в рамках республиканского структурированного диалога в Петропавловске прошли первые соревнования среди школьников по запуску беспилотников. Кто празднику рад? Наурыц в этом году начали отмечать на неделю раньше. У каждого дня своя тематика и свой социальный акцент. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ежегодно в ряды вооруженных сил Казахстана призывают молодых людей от 18 до 27 лет. Воинская служба и защита Республики Казахстан являются долгом и обязанностью каждого гражданина. 1 марта в стране начался весенний призыв, а вместе с ним и переживания парней и их родителей. Кто-то не может отдать долг родине по состоянию здоровья, а кто-то категорически не хочет этого делать. Почему молодые люди не желают служить в армии? Армия была социальным лифтом еще в царское время. Отличники боевой подготовки из нижних чинов могли рассчитывать на должности городовых, квартальных и старост, а еще на налоговые послабления. Уйдя в отставку, успешно продвигались по гражданской службе. Было это и в советской армии. Характеристика с места службы играла роль при приеме на работу. И сейчас при трудоустройстве в силовые структуры предпочтение отдают молодым людям с военным билетом. Между тем призывная кампания в Северном Казахстане под угрозой. В розыске находится свыше 700 призывников. Это больше, чем должны уйти в армию этой весной. Почему молодые люди не хотят служить и как решить проблему, говорили на заседании областного акимата. Также один из главных вопросов совещания – итоги отчетных встреч. Их в этом году прошло 622. О чем больше всего просили жители области и как будут решать озвученные вопросы, расскажет Кристина Юсичева. В этом году в отчетных встречах приняли участие 46 600 североказахстанцев. Они высказали почти 2000 предложений и замечаний. Треть из них касалась благоустройства и ЖКХ. Также из года в год жители региона волнует, когда отремонтируют дороги, проведут воду, построят соцобъекты. 675 предложений, 34% поставлено на контроль. 1326 вопросов решено на месте. В качестве примеров. Так, на протяжении двух лет не решался вопрос обеспечения качества питьевой воды из села Трудовая Нива Каджиевского района. В текущем году вопрос будет решен за счет установки модульной системы очистки воды на 7,5 миллионов тенге за счет районного бюджета. Неоднократно поступали жалобы от населения села Смирнова и Канинского района по ремонту улиц Труда и Народная. Району выделено 21 миллион тенге для решения данного вопроса. По всем вопросам, которые на контроле к 25 марта, районам нужно предоставить ответы с предложениями по их решению. Мы будем направлять средства там, где проживает больше населения, больше населенных пунктов находится в этом направлении и так далее, и так далее. Поэтому вот очень важно, сколько сегодня вопросов прозвучало, и уже подтверждено бюджетами. Вот каждый заместитель должен проследить, перевести все это в соответствие. Глава региона поручил держать на контроле вопросы обучения детей с особыми образовательными потребностями. Таких в регионе 4332. Каждый десятый – аутист. Специализированных центров для последних в области нет, но они могут обучаться в коррекционных школах и инклюзивных кабинетах. Открыть спецзаведения для них все же планируют. Ведутся переговоры с фондом «Мираз». Кумар Аксакалов поручил работать активнее с профильным министерством, чтобы получить поддержку. Из общего числа обращений 210 жителей области озвучили на встрече главы региона. По его словам, многие можно было решить на местах. Но раз из-за своих проблем сельчане приехали в Петропавловск, значит, местные исполнительные органы плохо работают. «Сколько можно говорить о том, что Аким села, Аким района, он должен объяснить прежде всего. Если вопрос не решается, то надо объяснить, что не сейчас, может быть через год, а может быть через два. Но люди должны четко понимать, что власть знает, власть слышит. Местный исполнительный власть слышит и объясняет, что этот вопрос будет решен таким-то образом. Поэтому это говорит о том, что люди не до конца получают информацию от вас, уважаемые Акимы». Еще один вопрос заседания – призывная кампания. До конца июня в армию должны уйти больше 600 североказахстанцев. Однако наряд наша область может выполнить только на 63%. «Для организации проведения призыва граждан на срочную воинскую службу весной текущего года на территории области необходимо решение ряда проблем на вопросах. В состав областной медицинской комиссии не выделен врач-окулис, что в свою очередь не позволяет в полном объеме провести медицинское освидетельствование и определить степень годности призывника. Имеются факты многочисленного направления призывников на дополнительное медицинское обследование, которое в свою очередь не возвращается в управление отдела по делам обороны в указанные сроки и с результатами назначенных обследований». Кроме того, во многих районах не хватает медиков. Но самая большая проблема – неявка призывников в отделы по делам обороны. Сейчас в розыске 761 человек. «То, что мы граничим с тремя областями Российской Федерации, призывник беспрепятственный, в период призыва может пересечь границу и не возвратиться до окончания призыва. И, соответственно, за такое нарушение, за уклонение от воинской службы, законодательно тоже меры у нас максимум 5 месячных расчетных показателей. Это на сегодняшний день 12 тысяч денег. Только штрафы все, да? Да. При этом в соседней России за уклонение от армии предусмотрена уголовная ответственность. «У нас санкция есть, но она не работает». Ну а пока законодательство не поменялось, госорганы решили активнее проводить подворовой обход призывников и сократить сроки прохождения медосмотра. Еще одна тема, которую обсудили на совещании – развитие языков. На казахском, русском и английском в области говорят 13,5% жителей. При этом в Петропавловске, Жамбылском и Темирязевском районах наблюдается снижение доли документа оборота на государственном языке. За это, а точнее за отсутствие контроля, замечания получили ответственный зам Акима и руководитель профильного управления. Замечания по работе госслужащие получают регулярно и не только в нашем регионе. В прошлом году в Казахстане чаще всего чиновники совершали несколько видов правонарушений. Руководители неэтично вели себя с подчиненными, а еще госслужащие некорректно разговаривали с гражданами или того хуже – садились за руль в пьяном виде. На Совете поэтики регулярно рассматривают такие дела. Чаще всего краснеть приходится Акимам районов, сельских округов и руководителям отделов. В Петропавловске в этот раз подняли несколько вопросов. Скандальный сельчанин не дает покоя госслужащим всего у Алихановского района. Одна из его жалоб привела Акима Кайратского сельского округа на Совет поэтики. Ержана Бетниева. Он обвинил в ущемлении прав на участие в отчетной встрече. Были на чиновников и другие жалобы. Нашли ли они свое подтверждение, разбирались на заседании Совета поэтики. На нем рассмотрели 11 вопросов, 3 из них – дисциплинарные дела в отношении чиновников. Репортаж Кристины Юсичевой. Вмешалась в деятельность школы. Такое обвинение вменяют Акиму Астраханского сельского округа Каинского района Айгуль Жунузбаевой. Жалобу на чиновницу написала и ее же подчиненная, которая должна была организовать безработных сельчан на уборку картофеля в одном из хозяйств. 9 октября 2018 года Жунузбаева привлекла учителей и персонал Астраханской средней школы к уборке урожая картофеля в ТО «Астраханская». Тогда как между Акиматом и ТО, а также сервисным заготовительным центром, заключены меморандумы соглашения по обеспечению занятости населения. При этом, согласно законодательству, работники государственных организаций образования финансируются за счет средств бюджета. Из вышеуказанного следует, что учителя и технический персонал школы не может быть отнесен к категории самозанятых либо безработных граждан. При этом безработных не проинформировали, что на сборе урожая можно заработать. На совет по этике ни одна из участниц дела не явилась. Зато выяснилось, их связывает не только работа, но и личная неприязнь. В коллективе скандалы бывали регулярно. Известно, что Аймана Бельмажинову уволили. Жалобой на чиновницу она приезжала на отчетную встречу главы региона. Что происходит в сельском Акимате, выясняла комиссия. Я там выезжал, там в коллективе отрицательная морально-психологическая обстановка была. Там были проверки со стороны, в том числе, департамента госслужбы. То есть там были нарушения этики. Поэтому я выезжал, там было анкетирование с каждым сотрудником. И в общем была такая низкая оценка. Долго разбираться в этой склоке члены совета не стали. Проголосовали за прекращение дела, так как сельский Аким уже получил выговор. А вот руководство управления образования направят бумагу с рекомендацией привлечь к ответственности директора школы, которая самовольно отменяет занятия и переносит их на выходной день. Дисциплинарное дело в отношении еще одного руководителя сельского округа завели также из-за одного скандального жителя, которому не понравилось, что Иржан Бетниев предпочел на своем отчете заслушать сначала местных жителей, а потом остальных. В соцсети Фейсбук на странице Акимата в Альхановском районе имеется запись отчетной встречи. При изучении видеозаписи каких-либо оскорбительных высказаний Бетниев в адрес Айтмагамбетова не установлено. Также Айтмагамбетов является собственником трех объектов недвижимости на территории Кайратского округа и на протяжении многих лет не обслуживает здания и не занимается благоустройством отведенной территории. На письма Акимата Кайратского сельского округа не реагирует. Сам аулет Айтмагамбетов прописан в Кайратском сельском округе у Альхановского района. Но постоянно живет в Акмолинской области. Проблемы с ним начались тогда, когда я попросил благоустраивать эти здания. Говорит свою защиту местный Аким. И он сразу же мне говорит, если вы будете требовать от меня этих работ, я буду налаживаться. Все с этого и началось, честно сказать. В прошлом году, где-то в январе месяце. При этом, купив недвижимость на аукционе, Айтмагамбетов ее до сих пор не зарегистрировал. На совете по этике Акиму сельского округа рекомендовали заняться возвратом зданий в госсобственность. И проголосовали за закрытие дисциплинарного дела, не усмотрев в нем доказательств вины госслужащего. Рассмотрели на заседании и профессионализм Акима Становского сельского округа Мамлюцкого района Рахимжана Абденова. Абденов, являясь активом Становского сельского округа, оказал неправомерное предпочтение ИП Сулейменова, а именно принял ее работу по текущему ремонту дорог в селе Афонькино по договору о государственных закупках на сумму 858 тысяч тенге, которая фактически не проведена, а также неправомерно произвел оплату. Абденов также не принял своевременные меры по обращению в суд с иском о признании ее недобросовестным участником государственных закупок и взыскание с нее неправомерно оплаченных сумм и неустойки. Такая ситуация сложилась из-за нехватки специалистов в сельском Акимате, оправдывается Рахимжан Абденов. А бухгалтер, которая согласилась поработать временно, якобы подставила, перечислив деньги без его ведома. При этом Аким, как ответственное за ремонт дороги лицо, послушно ждал подрядчика. А сроки договора тем временем истекали. Он приезжает в сентябре месяце. В сентябре месяце, 20 сентября он приезжает именно в Афонкино, заходит к нам в Акимат, я был на рабочем месте, и подает мне пакет документов в мультифорию. Это нескольких экземпляров акта выполненных работ, счета для оплаты, где стоит его почта, подпись и печать его индивидуального предпринимателя, оригиналы, и заносит мне на подпись. Я говорю, как это, работа не сделана, вы мне представляете документы на подпись. Никаких подписей не может быть, так как вы работу не сделали, все сроки вы потеряли, говорю. Дорогу в селе Афонкино так и не сделали. Может быть, этим займутся летом. С подрядчика суд взыскал сумму договора – это 858 тысяч и неустойку – 60 тысяч тенге. Однако работами будет руководить уже другой Аким. Члены Совета приняли решение рекомендовать Ракимжана Абденова к увольнению занимаемой должности из-за проступка, который едва не посчитали коррупционным. Четверть века назад в Казахстане были образованы маслехаты. 7 марта 1994 года в республике впервые состоялись выборы в новые местные представительные органы. Они пришли на замену Советов народных депутатов, когда Казахстан после распада СССР обрел независимость. В молодой стране тогда только начинала зарождаться система государственных органов. Она была основана на принципе разделения власти. Маслехаты стали важным связующим звеном местного государственного и самоуправления. Сейчас они защищают интересы населения. Народные избранники принимают активное участие в реализации госпрограммы, занимаются контролем за исполнением, ведут работу по разъяснению стратегических документов главы государства, тесно сотрудничают с исполнительной властью, правоохранительными органами, общественными организациями. За 25 лет маслехаты прошли непростой путь. 1994 год Ерембека Аубакирова назначили секретарем областного маслехата. Первый созыв тогда избрали 45 депутатов. Это были те, кому северказахстанцы доверили принимать важные решения в непростой для страны период. После развала Советского Союза Казахстан переживал экономический кризис. Независимость встречали с пустыми прилавками, без газа и света. Люди месяцами не получали пенсии, зарплаты, многие остались без работы. Когда все наладится, за ответом шли к депутатам. В день сессии, как правило, народ собирался здесь на площади перед зданием. С утра в 6 часов полная площадь людей, ну и, естественно, выкрики, недовольство и так далее. Приходилось с утра встать на крыльце, значит, главе администрации, мне, значит, часть активных депутатов, и народу разъяснять, куда мы идем, что будет, что надо набраться терпения, что все встанет на свои места. Народ каким-то образом успокаивался к обеду. Дальше вопросы решались уже в кабинетах. Сессии приходилось проводить по два дня. Нужно было налаживать работу и внутри команды. За плечами Ерембека Аубакирова уже был немалый опыт работы в исполнительных органах. С новой должностью он тоже справился, поэтому ему доверили и второй созыв. Он работал с 99 по 2003 годы. Депутатов стало уже меньше 31. Поскольку деньги появились, возможность появилась решать некоторые отдельные вопросы. По второму созыву те закрытые ФАПы, медпункты и так далее снова открыли. По всем сельским населенным пунктам, где было 100 человек и выше. 100 школ отремонтировали. С малым и средним бизнесом оказали помощь. И в тот момент 18 тысяч получилось представителей малого и среднего бизнеса. Оказали им в выплате суды. Менялось время, а вместе с ним и потребности населения. Народ просил наладить телефонную связь, отремонтировать дороги, провести в населенные пункты воду. Таким депутатам запомнился период второго созыва. Тогда же в стране приняли программу возрождения села. Районы Маслихаты хоть и считались самостоятельными, но работали сообща. Ерембека Аубакирова выбрали секретарем и третьего созыва. Через пять лет на смену ему пришел Кайрлы Ядресов. В Маслихате он проработал два срока. В 2016-м в Северном Казахстане избрали состав шестого созыва, а главным депутатом области стал Владимир Бубенко. Депутатский корпус Североказахстанской области представлен 217 народными избранниками. Из них 31 депутат областного Маслихата, 19 депутат Маслихата и города Петропавловска, 167 районные. На первой инвестиционной сессии депутаты утвердили три постоянных комиссии. Первая это по вопросам отраслей экономики, экологии, бюджета, налогов и финансов. Вторая это по социальным вопросам и третья по вопросам депутатских полномочий. Сегодня интересы североказахстанцев представляют в основном крупные аграрии, бизнесмены и работники социальной сферы. Большая часть из них члены партии Нуратан. Почти треть депутатов женщины, а 14 народным избранникам нет и 30 лет. Следующий созыв теперь будет избираться в 2021 году, но по новым правилам выборов кандидатуры будут выдвигаться по партийному резервному списку. Дополнительное образование детей в Северном Казахстане становится все более доступным. Новый дворец школьников стал местом притяжения для сотен петропавловских мальчишек и девчонок. Они танцуют, поют, рисуют, занимаются программированием, робототехникой, создают телевизионные программы. В общем, могут всесторонне развиваться. Всего в стране дополнительным образованием охвачено больше 2 миллионов 600 тысяч детей. Кружки и спортивные секции посещают почти 83% всех казахстанских школьников. Если лет 20 назад девочки шли на цветоводство и вязание крючком, то сейчас они проводят опыты в кабинете гидропоники и создают летающих дронов. Вопросы использования современных мультимедийных и цифровых технологий в обучении детей, внедрения инновационных моделей техно- и бизнес-направлений развития STEM-образования обсудили на структурированном диалоге. Провели его в Петропавловском дворце школьников. Представители Министерства образования, Национальной палаты предпринимателей, Пластерного бюро ЮНЕСКО, Сенаторы. На такую встречу приехал даже посол Франции. Для участников провели 10 мастер-классов. Стратегия ВИН-ВИН – инновации в обучении детей с особыми потребностями использования цифровых технологий в развитии индивидуального творчества, проектная и исследовательская деятельность. А еще КАХОТОН – беспилотные технологии. Школьники смогли посостязаться в запуске беспилотников. Детально обо всем расскажут мои коллеги. Декоративно-прикладное искусство никогда не уйдет на второй план, считают участники мастер-класса номер 9. Здесь педагоги дошкольного образования пополнили свои знания и умения под тамбурной вышивки по войлоку, техники эбру, резьбе по дереву и чеканки. Более 20 лет я занимаюсь резьбой по дереву. Перед вами только сейчас 7 граней Великой Степи. В этих композициях дети изучают не только резьбу по дереву, но они помимо резьбы по дереву изучают историю. Также участники обсуждали инновации в обучении детей с особыми образовательными потребностями, использовании цифровых технологий в творчестве и изобразительном искусстве, проектную деятельность. А еще сегодня в самом северном городе страны дали старт соревнованиям среди школьников по запуску беспилотников. По итогам первого республиканского хакатона победители будут участвовать в его финале и получат возможность сотрудничать с компанией «Геоскан Казахстан». Наша компания уделяет пристальное внимание образовательной программе. Ярким примером этой образовательной программы нашей компании является программа «Пионер». «Пионер» – это коптер, посредством которого дети могут ознакомиться с конструкцией беспилотного летательного аппарата мультироторного типа, принципами его работы и первичными принципами программирования именно беспилотного полета. На победу претендует и команда «Дрон» – школа-лицея «Альфа-Раби». Каждый отвечает за свою работу. Беспилотник школьники собрали сами и запрограммировали его. Дрон может перемещаться с места на место, поднимать магниты и также проходить разные препятствия. Например, у нас есть автономный режим. В автономном режиме «Дрон» сам пролетает через всякие объекты. Всего участвовали шесть команд. Им предстояло выполнить четыре задания – собрать и разобрать беспилотник, управлять им, выполняя задания, продемонстрировать полет в автономном режиме и переместить груз. Детально о проблемах и перспективах дополнительного образования говорили на встрече в формате структурированного диалога. В Казахстане секции и кружки посещают почти 83% из общего числа школьников. Это 2 миллиона 639 тысяч человек. Действуют более 1300 внешкольных организаций, свыше 63 тысяч кружков в школе. Нешкольную деятельность обеспечивают около 70 тысяч педагогов, 19 тысяч педагогов междольных организаций и свыше 50 тысяч педагогов в школах. В нашей области самым большим и современным центром дополнительного образования теперь считается дворец школьников. Гостям показали, чему здесь учат юных петропавловцев. Как в регионе налажена внешкольная работа, рассказал заместитель Акима области Мадьяр Кужахмед. Сегодня в эпоху цифровизации внедрения IT-технологий, организации дополнительного образования должны быть в авангарде всех инициатив главы государства. В настоящее время дополнительным образованием в области охвачено свыше 40 тысяч детей. А благодаря открытию дворца школьников охват детей дополнительным образованием в областном центре составил уже 90%. На встрече говорили не только о деятельности внешкольных организаций, но и о тех, кто в них работает. В первую очередь педагоги должны быть окрылены интересом к делу, а не только выполнять свои должностные обязанности, считает руководитель отдела образования города Шахтинска Николай Ансович. А еще важно заинтересовать ребенка, чтобы после первого занятия он сам хотел вернуться, а не приходил за руку с родителями. Директор Павлодарского дворца школьников рассказала о детских технопарках. Это площадка, где старшеклассники знакомятся с высокотехнологичными программами, оборудованием. Это территория повышенной инновационной активности. Детские технопарки для того и открываются, чтобы повысить престиж инженерных специальностей и создать базу для подготовки новых профессиональных кадров. В феврале в республике утвердили концептуальные подходы к развитию доп. образования и 85 программ для детских музыкальных и художественных школ. Кстати, сегодня в структурированном диалоге приняли участие представители образования Кыргызстана, России и Белоруссии. Весна пришла тогда, когда ее еще не ждали. Она не только на календаре, но и на улице. За окном плюсовая температура, яркое солнце. Что еще нужно, чтобы снег начал стремительно таять? Огромные лужи на дорогах, жижа во дворах и на тротуарах. Сложнее всего сейчас жителям частного сектора. Горы снега высотой больше пяти метров можно встретить почти возле каждого дома. Они тают и превращаются в огромные лужи. Затапливают не только улицы, но и дворы. Люди, живущие на окраинах, не могут подъехать к своим домам. Непрерывно звонят в коммунальные службы, жалуются в гор Акимат. Пишут в соцсетях и гневные посты, и просьбы о помощи. Во дворах многоэтажек картина не лучшая, но там есть КСК, председатели которых могут нанять технику и убрать снег. Но не все хотят этим заниматься. Сам растает. Каждый год бывает такое. Весна пришла неожиданно. Сейчас весь город такой. Аргументов своему бездействию можно найти сколько угодно. Хотя можно нанять трактор за 10-15 тысяч, который за час уберет весь двор. Сейчас у такой техники горячая пора. Работать готовы хоть круглые сутки. Есть в Петропавловске и образцовые дворы. Там и председатели, и сами жильцы следят за порядком и безопасностью. Особенно весной, когда и глыба снега может свалиться на голову, и метровая сосулька. Одна упала на голову школьника. Это произошло в Павлодаре. В Петропавловске о таких фактах пока не сообщается. Но нужно решить вопрос, кто ответственный за уборку крыс жилых домов и зданий, и как наказывают тех, кто этого не делает. Об этом обо всем в нашем следующем сюжете. Сосульки, снежные глыбы и наледи устрашающе выглядят, свисая с крыши козырьков домов. Обойти такую весеннюю угрозу не всегда удается. 6 марта примерно такая же сосулька упала на голову 16-летнему школьнику. Дорога с учебой домой едва не закончилась трагедией. Это произошло в Павлодаре. Подросток получил сотрясение головного мозга. Весной такое может произойти в любом городе. Дом по улице Букетова, 44, образцово-показательным не назовешь. На козырьках подъезда в 20-сантиметровый слой снега, а с крыши свисают сосульки. На солнце они тают и падают вниз. Зарина Романовская встретила первую весну в этом доме. Новоселье девушка отметила в августе. Сейчас боится зайти в собственный подъезд. Действительно страшно. Сами видите, со всех козырьков, со всех труб постоянно висят сосульки. Целая куча. Это все потом течет. И сейчас вот это все подмерзнет, немножко будет налить большая. Тем временем в городской жилищной инспекции говорят, что весной за своевременной уборкой сосулек и снега с крыш домов отвечают председатели КСК. Специалисты напоминают, что за невыполнение своих обязанностей как для юридических, так и для физических лиц законом предусмотрен штраф, который может достигать 200 с половиной тысяч тенге. В данный момент жилищной инспекцией направляется уведомление представителям КСК, управляющей компанией, о проведении данных мероприятий по уборке снега. В основном они ссылаются на нехватку средств. Поэтому это дорогостоящее мероприятие, поскольку это высотные работы. А в некоторых дворах снег убирают своими силами. Юлия Андроненко работает председателем КСК Рахат Уй 11 лет. Она отвечает за четыре дома по улицам Шухова и Уалиханова. Чтобы весна не доставляла жильцам проблем, нужно все делать вовремя и не откладывать на последний момент, говорит Юлия Яковлевна. К уборке снега и сосулек на ее участке специалисты приступили 4 марта. Мы стараемся вовремя убрать сосульки, вовремя убрать снег. Все своими силами стараемся, своей бригадой, то есть два сантехника, три дворника, пять человек, электрик. Мы всех собираем и все убирают снег. У нас есть монтажные пояса. Стараемся, чтобы был контроль. Снег стремительно тает и на земле. Коммунальщики не всегда его вывозят на свалку. Устраивают такие горки прямо на улицах. Это, например, находится недалеко от торгового дома Азия в 20-м микрорайоне. А возле супермаркета Рахат каждый год выгружают огромные горы снега. Весной здесь без резиновых сапог не пройти. Возле библиотеки имени Шухова такая же картина. Уборкой снега в Петропавловске занимаются 10 предприятий. Далеко не все из них справляются со своими обязательствами. Если предприятиям полностью не выполнены работы, по заданному нами маршруту мы за это не оплачиваем. По завершению работ только оплата поступит. За некачественное выполнение работ городским предприятиям, занимающимся уборкой снега, не выплатили около 2 миллионов тенге. Между тем, североказахстанские дорожники круглые сутки ведут борьбу со снегом и гололедом. За бесперебойное и безопасное движение автомобилей на республиканских трассах отвечают специалисты компании «Казахавтодор». Ежедневно задействуют порядка 85 единиц специализированной техники и около 200 человек. Убирают снег и подсыпают дороги. Для этого заготовили 2000 кубов песка и около 450 тонн соли. Согласно нормам и требованиям нужно всегда подсыпать противоголовный материал на подъемах, на спусках. Данный материал потом ложится, когда на лед, он способствует расплавлению льда, и тем самым устраняется гололед. Это республиканская трасса «Астана-Петропавловск». Ежедневно ее чистят от снега специалисты подрядной организации «Казахавтодор». А еще ведут работы по предупреждению профилактики чрезвычайных ситуаций на республиканских дорогах. В прошлом году около села Астраханки установили пока единственный в области информационный экран. На радарном табло пишется скорость, с которой автомобиль движется на данный момент. Если правила нарушены, включается соответствующая надпись красного цвета. На данном участке автодороги разрешено ехать со скоростью не больше 60 км в час. В текущем году на содержание дорог из республиканского бюджета был выделен 1 миллиард 700 миллионов тенге. В зимний период потратили около 400 миллионов, еще 250 в резерве. Мы установили более тысячи метров снегозадерживающих щитов. Работы еще продолжаются. Скоро начнем готовиться к паводку. Наурыс Мирамы – один из древнейших праздников в истории мировой культуры. Ему 5000 лет. Это самое почитаемое и масштабное народное торжество – любимый праздник всех казахстанцев. Наурыс олицетворяет единство, счастье, мир, доброту, милосердие. Праздник, идущий из глубины веков, несет подрастающему поколению духовные ценности далеких предков. Дает возможность узнать таинственный мир кочевой культуры, познакомиться с искусством казахов через традиции, обычаи, обряды, игры и состязания. Но все это было забыто после Октябрьской революции. Начиная с 1917 года стали постепенно вводить запреты. Коснулись они и Наурыза. Советская власть считала это пережитком прошлого. В 1926 году его официально отменили и даже запретили отмечать. Но тихо в семейном кругу казахи его праздновали и старались сохранить все традиции. Этот обычай, мусульманский, казахский обычай, естественно, в последние годы, не только в последние годы, наверное, лет 50-60 забыты были. Но задача старшего поколения, вот эту традицию возрождать, пожелать. Все, семья благополучна была, дети хорошо учились. Для возрождения Наурыза понадобилось долгих 62 года. С 1988 года, с разрешения руководства страны, казахи его стали праздновать открыто и отмечать с представителями разных этносов, как праздник весеннего солнцестояния. Постепенно Наурыз стал приобретать новый духовно-эстетический смысл. С приобретением Казахстана независимости 15 марта 1991 года президент подписал указ о народном празднике весны Наурыз-Мирамы. С этого момента он получил официальный статус. Казахскому народу пришлось ждать 65 лет, чтобы любимый праздник стал не просто всенародным, но и официальным, и государственным. А в этом году Наурыз в Казахстане начали отмечать на неделю раньше, с 14 марта. Он называется Корису Айт. Необычную для нашего региона традицию возродили ветераны области. 14 марта – первый день весеннего праздника Наурыз. До сих пор его отмечали только на западе страны. Корису – одна из самых древних традиций казахского народа. В этот день принято посещать дома старших, младшие просят у пожилых благословения. А еще нужно забыть все обиды и ссоры. В старину считалось, что именно 14 марта наступает весна. Люди встают очень рано, идут друг к другу в гости, обнимаются, обмениваются рукопожатиями, просят прощения. До обеда каждый мусульманин должен посетить три дома. В гости в Совет ветеранов пришли школьники. Дети получили бота и благословения на весь год. Главное, чтобы наши маленькие дети поняли, насколько важно в эти дни торжества быть вместе. Прежде всего, уважить старшее поколение, их получить благословения. Это красивая традиция. Мне кажется, она должна быть на всей территории Казахстана. Поздравлять с наступлением весны, прощать обиды, ходить в гости – это традиция Куресу. А еще в четверг коллектив областного управления образования пришел на работу в казахской национальной одежде. Угощали друг друга баурсаками и маслом. На работу, как на праздник. Яркие камзолы, золотая вышивка и стразы. Сотрудницы управления образования тщательно подбирали наряды и аксессуары. В коллективе около 40 человек, большинство – женщины. Заходят друг к другу в гости, поздравляют с началом весны. Весь коллектив поддержал эту идею. Каждый приходил, говорил о чем-то, как будет это делаться, какой будет стол, какое блюдо приготовит. Я думаю, что все государственные служащие, да и в целом все, кто работает в буднях, не замечают, что где-то рядом – рядом праздник. А именно вот такие мероприятия дают нам настрой на то, что все-таки праздник есть, весна уже рядом. Нарядная одежда от работы не отвлекает, отмечают сотрудницы. Наоборот, с хорошим настроением дела решать намного легче и отчеты составляются быстрее. Казахская национальная одежда очень красивая и колоритная. Думаю, мы постепенно идем к тому, чтобы внедрять ее в повседневный наряд. Нам бы этого хотелось. У всего коллектива сегодня отличное настроение, и это прекрасно. Сырха-сало – один из самых важных и волнительных обрядов для казахской невесты. Родители жениха надевают девушки-серьки. Это означает их одобрение и благословение на брак. Поздравлять с окончанием зимы, прощать обиды, ходить в гости – это традиции Курысу – первого дня празднования Наурыза. Его в Северном Казахстане отмечают впервые. Эта традиция касалась всех, начиная от детей и заканчивая стариками. Девушки угощали традиционными блюдами. Весной это традиционные блюда, такие как творог, сметана, допустим, первое масло и так далее. Парни, в свою очередь, дарили девушкам зеркальце, либо дарили расческу. Не оставались также без внимания, конечно же, наши бабушки и дедушки. Они, в свою очередь, накрывали широкий дастархан, приглашали родственников. И, конечно же, какой праздник без богатого дастархана? На столе барамышки масла баурсаки – традиционные угощения весеннего праздника. Широко, ярко, щедро – так проходит праздничный марафон. Каждый день недели имеет свою тематику. 18 марта посвятят Году молодежи, 19-го – День благотворительности. Многодетные семьи, ребята из детских домов и пожилые люди из домов престарелых не останутся без внимания. В преддверии праздника волонтеры навестят каждого. Также 20 марта предлагаем провести Науразмирамы. Если когда-то Науразмирамы проводили в определенных только детских садах или школах, мы сейчас предлагаем провести Науразмирамы во всех предприятиях, во всех учреждениях области. Особенностью этого Науразма остается, что мы должны показать, как проводится Науразм для каждого жителя нашей области. Основные гуляния развернутся 21 и 22 марта на центральной и главной площадях города. Напротив областного Акимата установят семь тематических юрт. Всадническая культура, золотой человек, древняя металлургия, звериный стиль. Каждая будет оформлена в рамках реализации статьи президента «Семь грани великой степи». Горожане смогут познакомиться с выставкой поселения Ботай, национальными традициями и обычаями тюркского народа, экспонатами военного искусства. Будут национальные игры и интересная концертная программа с участием лучших творческих коллективов города и области. А еще много конкурсов. В этом году праздновать на Урыс в Петропавловск приедут творческие коллективы и мастера прикладного искусства из соседней России. Такой была информационная картина прошедших семи дней. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok